Добрый день Нет, ну, выбор темы, ну да, нет, он, наверное, был предсказуем отчасти Так вышло, что мое редакторство на месяц, как бы, и в том году выпало на ноябрь, на ноябрьский номер, и в этом году А поскольку в далекой прошлой жизни я имел самое непосредственное отношение к деятельности органов внутренних дел Поэтому тот ноябрьский номер, учитывая, что в ноябре у нас замечательный праздник, 10 ноября Я понимаю, что это не про День народного единства Да, день 10 ноября, тот номер я делал, он был полицейский Петербург, ну и здесь, как бы Хороший номер был, кстати, да Вот такое, как бы, опять-таки, навстречу празднику Но теперь есть подарок Да, ну в общем, да, да, то есть близкая тема к милиции, полиции и субкультуре Субкультуре зоны Да У нас на обложку вынесены Владимир Ильич, Феликс Эдмундович Практически надо сказать, что Феликс Эдмундович между вот этой фотографией и памятником, который сносили на Лубянке, он не изменился И Лев Николаевич Гумилев Хорошо, у нас какая драматургия? У нас есть колонка Андрея Дмитриевича, который, я подозреваю, бывал в тюрьме разных стран Он бывал в тюрьме разных стран, но и при этом он был там и как, ну, экскурсант, и как переводчик Его иногда приглашали с арабского переводить И там же есть жуткая история, как он 20 часов посидел лично в тюрьме настоящей, в одной из ближневосточных стран Когда его приняли? То есть, ну, прочтете, узнаете, но вообще это довольно жуткая история, как бы Неприятно Ну, мы попробовали сделать такой, немножко такой дайдерстовый обзор, как бы экскурс от древних времен до наших дней То есть, есть период, охватывающий, да, кусок истории нашей, когда такого понятия, как тюрьма, еще не было, да Ну, не только у нас, но и в других странах Тюрьма, вообще-то, довольно позднее изобретение, это где-то конец 16-го, начало 17-го века в Европе появились тюрьмы Что-то я не думал никогда об этом Ну, потому что, в принципе, тюрьма, она была, ну, функционально, она не нужна была государству, да, это только лишние деньги Кормить, да, содержать Потому что, либо казнить, либо телесные наказания, либо какие-то другие виды, каторга, галера, там, ну, да, вот что-то более функциональное, чем просто содержать человека Чем просто четыре стены, да Вот, поэтому тюрьмы, не ошибаюсь, первые появились в либеральной Голландии только в конце 16-го века, и потом это постепенно распространилось Формально первая тюрьма, как бы, как острог первой тюремной у нас появился при Иване Грозном в Чувашии Это середина 17-го века Вот, поэтому мы рассказываем, да, в том числе о том, как у нас решались уголовные истории в дотюремный период Может быть, читателям будет любопытно, тем, кто особенно фанатеет от проекта «Игры престолов», да, узнать, что судебный поединок не есть изобретение Джорджа Мартина На Руси эта вещь очень сильно практиковалась в свое время В том числе можно было выставить и бойца за себя, как бы, да, для решения судебного спора По-моему, это очень забавно и любопытно Ну, а так, понятно, что мы делаем больше акцент на Питер, потому что это наш город, это наш журнал И, конечно же, кресты Ну, крестов здесь, да, крестов здесь очень много Кресты в самых разных, значит, ипостасях Во-первых, кресты, как интереснейший материал Нади Мадзалевской Собственно, как они, идеология их создания, да, потому что в свое время кресты были одной из лучших, если не лучших, тюрем Европы, да То есть в конце 19 века они были, ну, просто это было передовое во всех отношениях Рейтинг, конечно, специфический, но приятно Учреждение, как бы, нет, ну, там действительно все было сделано по первому слову техники, да, то есть автономное водоснабжение, электричество, одиночные камеры Ну, своя котельная, своя прачечная, своя хлебопекарня, своя баня То есть она могла функционировать совершенно автономно, сама по себе, там, и так далее Должность хреборезчика оказалась уже тогда Вот, то есть, нет, кресты, они были хороши до революции, скажем так, да В биографии очень многих будущих политических деятелей, там, да, как, думаю, первых созывов, там, да, вот, царских еще, да Есть очень много отсидок, таких вот небольших, 4-6 месяцев И очень многие люди, которые там посидели, вот, в период вот этой реакции, там, да, вот, начало XX века, они с удовольствием в своих мемуарах писали о том, как там было Скажем, тот же Керенский писал в мемуарах о том, что ему очень помогли 4 месяца крестов, потому что он смог привести свои мысли в порядок, много прочесть, подумать о судьбах России И ему никто не мешал, и то есть он вышел, и уже он знал, что ему делать дальше Это санаторий просто Ну, в общем, да В общем, да Блестящий заголовок, ничего себе домишко архитектора Томишко Да, это архитектор Томишко, который, значит, собственно, чех по национальности, он был главным тюремным архитектором России И вот «Кресты» — это его лебединая песня, он очень долго к ним готовился, он ездил специально смотреть ведущие тюрьмы Европы перед тем, как приступить к проекту И во многом он взял за основу проект Моабита германского, это тогда была передовая тюрьма То есть «Кресты» есть в таком разрезе, «Кресты» есть в другом, «Кресты» есть в части «Уйти невозможно», да? А в истории побегов из «Крестов», которые удачных, собственно, кроме побега Леньки Пантелеева с ребятами его, по сути, не было То есть даже если люди уходили, все-таки, да, то их очень быстро находили потом, ну буквально там тысячи нескольких дней, максимум недели Вот Есть изумительная история попытки побега из «Крестов», которая во многом напоминает историю, которую чуть позже, ну как чуть позже Сорок лет спустя сочинит Стивен Кинг, да, и будет знаменитый фильм «Побег из «Шоушенка»» Только там все очень, там все хорошо кончается, у нас, как в России, всегда кончается это так трагикомически Вот, но это очень русская история, вот этого побега из «Крестов» по «Шоушенковски» То есть сидел, сразу после войны это был, 46-й год, по-моему Терпели, потерпевший такой сидел, значит, в камере и ковырял, действительно, свою стену, да, методично в течение долгого времени Поскольку камеры еще были оборудованы ведрами-парашами, да, он, значит, эти куски камня-кирпича складывал в ведро парашное Потом в конце дня его надо было выносить в общий котел, там, да, в общий чан этот и сливать Так вот он сливал, значит, эти стену Вот, стену, да То есть если герой Тима Робинса, да, на прогулке это вытрягивал, да, а этот сливал все в общий котел параши И продолбал такие стену, как бы, и ушел И ушел, и вот, 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 вот ментально, да, это вот, вот, вот куда после побега, вот, первым делом, вот, пошел бы, вот, пошел бы узник, да Вот, 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 ты бы куда пошел? Ты бы в кабак пошел, да? Я сейчас по программам палива была, да, Нилан? Домой пошел бы к близким А этот человек пошел в баню Ой И там в парной с шайкой нос к носу встретился с одним из надзирателей, у которого был выходной, и тут тоже пришел помыться Не, ну это харпс, так не бывает И вот этот надзиратель его опознал, будучи человеком, видимо, добросердечным, разрешил ему домыться и отвел его обратно в кресты Обалдеть Вот такой побег, шелушонка по-русски, да Вот О, а это начало 20-го? Это сразу после войны, это 46-й год 46-й год, елки То есть это еще и такой советский сюжет Советский сюжет, да Обалдеть Ну и кроме крестов, тут тоже много разных и других тем и историй, да Очень красивая, очень красивая карта на 25-й странице, карта старейших тюрем России Нет, ну здесь вообще Это блестящий разворот Я советую вообще внимательно почитать инфографику, здесь очень хорошо она сделана Здесь и система коммуникаций в домобильную эпоху очень интересно расписана Ведет тюремная почта, страница 68 Да, это тоже отдельная песня Был же знаменитый этот текст Мушенкова про кота, который ходил и носился Ну, кота мы тихонечко там тоже упомянули немножко, да А так, именно вот Да, вот, Петербургская ноу-хау Кот Васька Я бы даже сказал, ноу-хау мяу, да Это смешно, да Вот, ну как вот эта знаменитая труба готовится, духовой ружье, да С помощью которого выстреливались записки через окна И от курары, в принципе, можно Вот Буховое ружье, извини, пожалуйста, вот это вот внизу картинки Это же абсолютно из-за коммуникатора Ну То есть неожиданная, да, параллель И очень красивая подборка тюремной промыслы Да, кстати, тем, кто любит что-то делать своими руками Там подробно описано Описано, как подготовить хлеб И делать змеи вот эти все поделки, фигурки из хлебного мякиша Там подробная инструкция, как подготовить хлеб Для уже такой скульптурной формы, чтобы из него можно было что-то лепить Ну, очевидный список, это, конечно же, четки Есть хлебные Оргстекло Эбонит Ну, этот вот паучок такой здесь страшный Нарды обязательно На моих глазах дарили вот такого рода нарды Одному из профессиональных футболистов на выезде во Владивостоке Вот мне интересно, конечно, как нож охотничий можно изготовить в тюрьме Нет, ну, ножи, это вообще большая Ну, это огромный бизнес, как бы Я, у меня, поскольку родня живет в Горелого Там, а рядом, там, где вот это Где тюрьма, там, да И вот в советское время, ну, местные жители все там Приобретали ножи именно к тюремному изготовлению Потому что они были очень хорошего качества С красивыми наборными ручками Там был какой-то канал постоянно И вот у моего дядьки этот нож до сих пор служит Для разделки мяса Очень качественное и хорошее изделие Вот Любителям музыки Очень рекомендую текст Макса Кравчинского Он был не так давно у нас в эфире Как бы, да, представлял свою книжку Интеллигенции поют блатные песни Здесь попыткой дать Ретвер взгляд на историю возникновения жанра русский шансон Который выходит тоже в глубину веков Но по большому счету началась в 1902 году Только после того, как в Амхате состоялась премьера Песни Горького Пьесы Горького на дне И вот там прозвучало знаменитое Ну, то есть впервые со сцены То есть эти песни пели, ну, имели бытование В обычной среде, ну, с эстрадой, со сцены они не звучали И вот в 1902 году в Амхате, да Вот эта песня «Солнце сходит» и заходит «В тюрьме моей темно» Прозвучало на публике Ну, все, наверное, помнят школьные программы, да Где в финале там они запевают песню Там, да, и потом вбегает Актер повесился и Испортил песню «Дурак» И финал вот этой пьесы, да Вот он испортил именно вот эту песню И понеслось, как бы На эстраде появились подражатели Люди выходили в рубящах, в рваной одежде И, значит, в образе босика такого И пели вот такие вот, значит, жалюстливые песни Как подлинные сидельцев, так и псевдоподделки под это дело Как бы на этом очень здорово люди стали подниматься Стали создаваться разные квартеты, квинтеты Босиков, бродяг, каторжников И, в общем, всего такого прочего Один такой квартет очень замечательно описывает В своей автобиографической повести Носов, автор Дмитриева «Незнайки», да? — Николай, да — Да Вот его папа, он был музыкантом, артистом И вот он в свое время подрабатывал в одном таком бенде Каторжников То есть вот, да, маленький, Носов вспоминает себе маленький Как его водили на концерт И он говорит, вышли на сцену какие-то оборванцы в кандалах И я с трудом узнал там, типа, папу своего И друзей папы То есть эти респектабельные люди по вечерам там собирались Курили сигары, да, обсуждали репертуар А потом перевоплощались на сцене вот таких вот доходяк Как бы и публика рыдала Потому что они делали это профессионально Все верили, что это действительно какие-то потерпевшие, добравшиеся до подмосток эстрады — Обалдеть — Вот Ну а, собственно, сам термин «русский шансон» Вот как обозначение жанра, он очень позднего времени, да То есть это Макс вот приводит точные данные Это 91-й год, лето 91-го года Когда по стране в больших залах крупных городов Стоялся такие концерты-солянки Вот такой вот этих всех песен «Розенбаум», «Круг», там вся вот эта вот компания И именно там обозначили ее как русский шансон Хотя по большому счету это такая попытка, ну, прямой кальки На Западе, когда издавались пластинки вот этой всей нашей городского романса То, что записывали в Рубашкин там, да, Баянову туда-сюда И просто писали русские песни, да Но поскольку там было много так называемой «блатоты», да Почему-то вот решили, что вот «блатота» — это так и называется Ну, Russian шансон И вот отсюда это покатилось, хотя как бы корифеи уровня там «Розенбаума» того же, да Они считают, что это совершенно, ну, это другая история Это к ним никакого отношения не имеет Как говорит Розенбаум, русский шансон — это все равно, что сказать «японская горюка» Ну, в общем, действительно, кота хрена Вот Что там еще? Ну, там... Смотри, я тебя перебью, прости, просто мне кажется, это важный сюжет Вы на обложку совершенно справедливо вынесли, я уже говорил, Ленин-Дзержинский Здесь у нас еще и Зиновьев, понятно, Коба Ну и, как мы понимаем, практически весь, что называется, фёстлайн ВКПБ Имел за плечами совершенно конкретный опыт Что доказывает неэффективность царской тюрьмы, понимаешь? Ну, слушай, ну, в основном-то они сидели больше, конечно, в ссылках, да Ссылка, конечно, другая песня и история, да И другой совершенно режим, поэтому так часто они и бегали, да Ссылка — это совершенно такая странная вещь Это такая прослойка между, собственно, тюремным заключением, да И каторгой, да А ссылка... Ну, кстати, ссылка — это же русский феномен Ну, не, ну, можно считать ссылка, когда там... Где-то в западных странах там, да Ссылали куда-то там, ну, тех же каторжников в Австралию, там, да Или куда-то в колонии, ну, вот, да, на острова Ну, то есть тоже формально ссылка, да Ну, да, да, ты прав, ты прав Вот А здесь, как бы, тоже не очень, ну, такая странная история Потому что... То есть часто людей могли высылать, ну, не по суду, а, ну, как... Ну, грубо говоря, политически неблагонадежного Ну, то есть подозрительного человека 101-й километр Ну, в общем, да, только это где-то... Только в Сибири ...1000-й километр, да А и получалось, что они формально, поскольку Не уголовные, не политические То есть на них и права не распространялись, как на тех, кто сидит То есть у них, они были вообще бесправные люди Потому что они не были защищены как-то законодательно даже как преступники Поэтому с ними можно было делать все, что угодно, но в смотрении властей, конечно, да То есть... И при этом было довольно много ограничений И вот в чем была ошибка как раз вот царского правительства, да Вот эти люди, которые ссылали в Сибирь Они могли бы сделать очень много хорошего и полезного там, да Потому что, ну, это в основном были же это сословия такое, как бы, да Дворянская, интеллигенция, да Вот люди таких гуманитарных профессий И которые могли бы очень здорово много сделать для Сибири, да Врачи, ученые, учителя То есть, ну, было идиотское правило, что им как раз нельзя было заниматься Вот этой, ну, вот своей профессиональной деятельностью Ты мог шить сапоги, но ты не умел шить сапоги, да Или ты мог, ну, как бы, вот То есть, все, что у тебя осталось, по большому счету, это огород копать Да, для себя Это безопасно А ведь, ну, при том, что Сибирь задыхалась от нехватки врачей, там, учителей, там, специалистов и так далее Есть вообще жуткая история описана у Короленко, там, про одного парня ссыльного, который... Ну, он был врачом как раз, да И в одном губернском городе, там, жена городоначальника Какая-то там произошла трагедия Ну, неосторожное какое-то обращение было с револьвером Ну, короче, выстрел, упал револьвер Пуля попала ей в ногу Ну, в общем, там, жуткая история И никто не мог помочь, как бы Пока там, это самое, ее куда-то надо отвезти Но надо было срочно что-то делать Они выдернули этого ссыльно Он говорит, я не имею права по закону заниматься Ну, его просто умолили Ну, ты же врач, профессиональный долг Ну, в общем, умоляли на коленях Он сделал ей эту операцию Он извлек пулю, он там все сделал красиво И эту барышню потом перевезли в более крупный город И сказали, что все вовремя он сделал, молодец Спасли, но, тем не менее, его за это нахлобучили Вот, его посадили в карцер туда-сюда В этом карцере он заболел тифом Ну, в общем, вот такая была история Я думаю, что на финал Как демонстрация Как демонстрация вашего совершенно Постмодернистского подхода Прекрасный сюжет В нашем лагере было много лгунов Про взгляд на российскую тюрьму Немецкого военнопленного Да Это была хорошая история Это такое откровение немца Который сидел после войны В лагере под Псковом И который, в общем, всю свою жизнь Сохранил такую любовь к России К советским людям Которые, в общем, ну Дело в том, что Перед этим тоже есть небольшой материал Как про военнопленных В Ленинграде и окрестностях Удивительная тема Ее в свое время подметил Леонид Юзефович, который был здесь На эфире Что у русского человека С древних времен Необыкновенная какая-то жалость Как к сидельцам потерпевшим Так и к военнопленным Вот это идет с глубины веков Это наша ментальная черта такая И поэтому, когда В Ленинграде появились первые военнопленные Их гоняли на работы Конвоировали под усиленным режимом Там автоматчик сидел Потому что боялись, что люди Разорвут на куски Но буквально там прошло 3-4 месяца И уже эти колонны Сопровождали просто какие-то команды инвалидов Потому что Не было Уже не было такой вот Злобы и ненависти Да, это же для меня Воспоминание не в Тушенко А матч с СР Германии И, собственно, они здесь Вполне себе Ну, не в санатории Но тому близко Как сделан заголовок Потому что В чем-то они жили даже Им было попроще И полегче, чем ленинградцам Потому что была еще карточная система А здесь они работали Получали какие-никакие деньги У них были свои коммерческие ларьки Где они могли купить На заработанные деньги Какие-то мелочи Нитку, иголку Какие-то Ну, носки Дома до сих пор стоят На школьной И дома какие-то еще До сих пор стоят Не только на школьной Да, им запрещали строить Выше трех этажей Потому что там Ну, боялись Ну, не давали там Сложные объекты Да, какие-то Серьезные Боялись там Каких-то закладок Диверсии Ну, мало ли там Что там, да Они там могут Сделать Но вот жилище Жилье они строили Любопытно, что Финов Здесь как бы Войнопленных Которых было очень много Вот финнов здесь не было У нас в основном В Ленинграде сидели пленные Именно немцы Немцы, да Финов отправляли подальше Ну, дабы не было соблазна Граница рядом Ну, вот Поэтому их Переправляли в Вологду А то и в Казахстан То есть Финны здесь Не сидели Ну, в общем Как-то попытались В разных Распектах Мы что-то еще не Там 70 материалов Понятно Мы все 70 Вряд ли осилим Но мне кажется Мы широкими мазками Основные сюжеты осветили Ну и, наверное Стоит сказать Кто прочтет Как всегда У нас здесь В виде бонуса Какой-то музей В данном случае С этим журналом Можно бесплатно сходить В музей Трубецкого бастиона И это не случайно Да Я не так давно Там был То есть Прошло лет 30 Как я был там Не знаю Пионером Музей стал Ну, поинтереснее Поинтерактивнее Посовременнее Ну, то есть Там любопытно Хотя, вот Как считает Андрей Дмитриевич В своей колонке Нечего бывать В тюрьмах Даже и в качестве музея Плохая там Атмосфера Нездоровая Так что Лучше изучать тюрьму По журналу Тайной судей Мы, по-моему Блестяще закончили Которую вы можете Приобрести В ларьках Роспечати Союзпечати И в разных магазинах Да